Задача экзамена решилась за секунду, что можно придумать с периметрами. Ну сложить, конечно, что ж ещё? Ну прям интереснейшие соотношения возникают. Площадь-то расписать мы можем? Друзья, всем привет, с вами Денис Жучков. Увидел интересный сюжет, вы не поверите, в экзамене по базовой математике. Ну такой, просто забавный, как мне показалось. История такая, значит, нам дам какой-то там прямоугольничек, да? И здесь разделено двумя линиями, вертикальные и горизонтальные, на четыре части. И в них написаны какие-то чиселки, и надо найти чиселку, которая написана в третьем, в четвертом, значит, прямоугольничке. Что это за чиселки? Ну разные там были варианты, в каких-то это площади соответствующих прямоугольников, в каких-то периметрах. И возникает вопрос, как найти оставшееся. Чем эта задача интересна? Да дело в том, что когда речь идет про прямоугольники, там, ну прям, интереснейшие соотношения возникают. Очень красивые и полезные для тех, кто, там, использует, например, метод площадей какой-то, или просто хочет лучше чувствовать геометрию картинки. Давайте посмотрим. Я специально заготовил здесь прямоугольнички, чтобы мы могли с вами рассуждать в общем виде. Ну так куда интереснее. Общий вид всегда лучше, чем какие-то частности. Смотрите внимательно. Хочу понять, как, зная S1, S2 и S3, найти S4. Что для этого надо сделать? А давайте пойдем на введение буковки. Давайте я скажу, что вот этот вот отрезочек это А, вот этот отрезочек это В, вот этот С, вот этот Д. Тогда площадь-то расписать мы можем, даже если базу сдаем, площадь расписать прямоугольник, и может каждый. Это совсем легко. Что такое S1? Ну, S1, ребят, надо умножить длину на ширину. А на B. Что такое S2? Ну, S2 это, понятно, B умножить на C. Что такое S3? Ну, посмотрите. C на D. Что такое S4? A на D. Осталось заметить простейшую вещь, ребят. Что будет, если я умножу S1 на S3? Посмотрите. Вот в чем вопрос. Если я умножу S1 на S3, там будет A на B на C на D. А если я умножу S2 на S4, там будет, не поверите, B, C, A, D. Тот же набор букв в произведении. А от переменной вместо множителей произведение не меняется. Поэтому я напишу так же. Какой отсюда вывод? Вывод просто шедевраль. Получается, S1 умножить на S3 это то же самое, что S2 умножить на S4. Получается, когда у нас такая задачка, здесь в некотором смысле как пропорция. Можно вот так вот перемножать крест-накрест, у нас будет одинаково. Как найти отсюда получается S4? Ну, получается S4, ну, как вот прям в пропорции, да? S1 умножить на S3 поделить на S2. Давайте попробуем. В этом случае S'7 умножить на 22 поделить на 14. Как делить? Ну, надо всегда сокращать, ребят. Здесь будет двойка, 22 на 2 это 11. Задача экзамена решилась за секунду. Это просто великолепно. Это идеально и замечательно. И просто, я надеюсь, вы получаете удовольствие от этой задачи сейчас. Что делать, если у нас периметра? Возможно, там тоже есть какая-то интересная формула. Может быть, тут тоже какие-то интересные задумки. Давайте поступим так же. Вот просто, абсолютно так же. Введем A, B, C, D. Периметр. Ну, периметр это сумма длин сторон. С класса, наверное, ну, пятиклассники точно знают. Я думаю, это даже и третьеклассники знают. Что периметр прямоугольника это 2 умножить на A плюс B. Что такое периметр второго? Периметр второго, давайте я только его лучше здесь напишу. Это у меня будет 2 умножить на B плюс C. Ну, потому что там две ширины и две длины, да? Понятно. Что такое P3? P3 это 2 умножить на C плюс D. А P4 это 2 умножить на A плюс D. Ребят, ну, площади мы умножали. Что можно придумать с периметрами? Ну, сложить, конечно, что же еще? Давайте сложим. Беру и складываю. И смотрю, что получается. Получается P1 плюс P3. Ну, двойку вынесу за скобки. Это общий множественный в конце концов. Получается A плюс B плюс C плюс D. А тут что получается, если сложить? Смотрите. A, B, C, D это то же самое. Получается P2 плюс P4 это тоже, тоже самое. Выходит, вывод какой? Здесь по диагонали суммы равны. Если периметр, то равны сумма. Если площадь, то равны произведения. Как найти P4? Ну, получается, чтобы найти P4, мне надо сложить первую с третьей и вычесть вторую. И вычесть вторую. Вот у нас новая формулка получилась. Ну, давайте дадим ответ в этой задаче тогда уже. Получается, периметр нашего четвертого, если здесь заданный периметр изначально, вот это важно понимать. Получается, это A, это B. 7 плюс 22 минус 14. Но здесь главное не облажаться, да? Получается 22 минус 7 22 минус 7 это, наверное, будет что-то типа 15, если я считать умею. Вот такие вот дела, ребят. Это была базовая математика и там симпатичная идея. Ну, вот мне понравилось, ребят. Так что, даже если вы вдруг думаете, что на нашем канале разбираются только жесткие задачи для олимпиадников, для, там, тех, кто ЕГЭ на 100 баллов хочет сдать, нет, и такие задачки у нас тоже есть, поэтому рекомендуйте, рассылайте видео, присоединяйтесь, будет много полезного контента. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok